Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Собственно, как и всегда, мы на финансовых рынках продолжаем разбирать все самое интересное, что на них происходит. Прошу прощения за отсутствие вчера, все же связано это с не самым лучшим моим самочувствием. Думаю, даже по голосу сейчас можете услышать, что окончательно я не поправился. Но, учитывая то, что на финансовых рынках происходит, я считаю, что я практически обязан держать вас в курсе того, как это сказывается на динамике финансовых инструментов. И считаю себя обязанным за то, чтобы вы были осведомлены, скажем, о всех событиях, которые происходят. Тем более, что по нефтянке вчера и вовсе чудовищная коррекция для покупателей. Я надеюсь, что динамика вчерашнего дня не стала, скажем, для тех, кто пристально смотрит брифинги, не пропускает, кто знаком лично с моей позицией по поводу будущего нефтянки. Я старался неоднократно аргументировать свою позицию. И, собственно, это снижение лишь больше успокоило вас и направило на верные трейды. И еще раз доказало, что у нефтянки только одно лишь будущее. Это будущее, которое предполагает затяжную коррекцию и медвежью динамику. Про них мы, конечно же, безусловно поговорим. Не менее интенсивные движения сейчас характерны для доллара, для канадца. Там есть своя фундаментальная подоплека. Ну, попробуем сейчас увязать воедино все же все вот эти основные катализаторы, которые повлияли на их динамику. Ну и определиться, в конечном счете, каких ориентиров нам придерживаться, собственно, дальше. Сегодня из повестки экономического календаря я бы особенно выделил статистику по штатам. Помимо заявок на пособие по безработице, которые будут опубликованы в 15.30 по московскому времени, основной упор нужно будет сделать на данные по инфляции, которые, как вы помните, являются основным условием, точнее, достижения целевого показателя, стабилизация, рядом с ним цель по инфляции для ФРС и 2%. Для того, чтобы американский регулятор остался привержен прежней практике проведения более жесткой политики, предполагающей рост процентных ставок. Мы, друзья, продолжаем с вами спекулировать на идеи состоятельности еще двух, как минимум, повышений ставки. Это сентябрь, который все-таки неумолимо приближается. Мы не успеем, скажем, и глазом макнуть, как уверяю вас, вступим в этот осенний сезон. Будем готовиться к решению, которое многие отмечают уже судьбоносным для доллара. И я признаю, это может быть так, если к сентябрю все же у нас будет с вами конкретика и возможность говорить о том, что торговое противостояние, эскалация торговой напряженности в отношениях буквально между странами всей мировой экономики уже осталась позади. В данном смысле я сохраняю позицию оптимистов, поэтому считаю, что у нас будет причина, за которой мы откажемся от рисков, относящихся к категории геополитики, и будем фокусироваться только на статистике и перспективах монетарной политики. В данном случае доллар на фоне повышения процентных ставок будет только выигрывать. Мы об этом уже говорили. Если, опять же, обозначить долгосрочные цели, то еще несколько месяцев назад, до прошлого заседания Федрезерва, мы касались темы, что на перспективе и фактических решениях как минимум трех повышений ставок в этом году пара доллар-иена может улететь в район 115. После вчерашней динамики я в этом практически не сомневаюсь, потому что доллар смог отстоять лидерство на рынке, смог упрочить свои позиции, не пропустить вперед защитных оппонентов тогда, когда на рынке была только одна центральная тема. Это возможность, или уже не возможность, это фактически анонс, который был сделан администрацией Белого дома Соединенных Штатов Америки о введении новых импортных тарифов на новый перечень категории китайских товаров. И, собственно, эти ограничения вступят в силу уже 30 августа. Но даже на этом фоне, как я уже отметил, казалось бы, все были условия для того, чтобы тут же капиталы можно было бы ввести в защиту, во франко, в облигации, в иену, но этого не произошло. И такая динамика явно доказывает то, что доллар не просто так развернулся несколько месяцев назад, доллар заряжен собственным фундаментом, заряжен перспективами жесткой унитарной политики. И, судя по всему, насколько бы кому-то не хотелось видеть доллар слабее, но нужно смириться с новым фактом, с новой реальностью, которая предполагает усиление и укрепление его оппозиции. Как долго мы ждали подобной динамики? То есть, сегодня данные по инфляции, сильный отчет повлияет на решительность Федрезерва. Решительность Федрезерва по повышению процентной ставки – это хорошее условие для дополнительного роста доллара против японского конкурента. Также сегодня, друзья, еще будут опубликованы сведения, касающиеся монетарной политики Европейского центрального банка. Обычно этому отчету и, в принципе, протоколом заседания отводится большая значимость среди отчетов экономического календаря. Но я обычно не обращаю внимания на этот релиз, потому что даже несмотря на то, что экспертами, аналитиками ему отводится большая значимость, какой-то серьезной реакции по европейской валюте не происходит. Сегодня я все же включил в обзор основных событий сведения по монетарной политике, потому что мы все прекрасно видим, насколько в последнее время охотно трейдеры обсуждают любые вопросы, любые изменения, которые касаются европейской денежно-кредитной политики. И до сих пор нет единства даже среди представителей Европейского центрального банка, когда же на рынке будут созданы самые хорошие и оптимальные условия для того, чтобы можно было повышать процентные ставки. Программа количественного смягчения по планам действует до конца этого года, потом руки дойдут и до повышения процентных ставок. И если чуть больше месяца назад, когда мы следили за заседанием Европейского центрального банка, Драги, собственно, дал понять, что ставки будут повышены в середине 2019 года, то есть, по сути, через полгода после того, как будет свернута программа количественного смягчения, то, я надеюсь, друзья, многие из вас, кто копается в фундаменте, нашли буквально с отсылкой на вчерашнюю торговую сессию подтверждение раскола среди представителей Европейского центрального банка. И этот раскол, он даже касается не то чтобы сроков на середину 2019 года, а сомневаются, есть ли вообще условия для того, чтобы повысить ставку даже под конец 2019 года. Это явный сигнал в пользу того, что евро не просто так время от времени оказывается под серьезным давлением, и каждый раз, когда, собственно, мы говорим о распродажах европейской валюты, у нас либо возможность оправдать это снижение ростом курса доллара, либо все же мягким взглядом на монетарную политику, которая сохраняет свою актуальность. То есть и на эти сведения по монетарной политике мы сегодня обратим внимание, завтра я попробую, если что-то интересное, будет вам по всем этом рассказать. Также сегодня состоится заседание Еврогруппы. Почему оно может быть мощным триггером для финансовых рынков? Да потому что на любой встрече, которая предполагает, скажем, страновое участие, ну такой масштаб переговоров, хочешь не хочешь, но нужно будет поднять самый острый вопрос современности, действительности текущих дней, это вопрос усиленного протекционизма США, и как же ему противостоять. Вы видите то, что финансовые рынки реагируют на все новости, которые связаны с этой темой, поэтому если в ходе текущего заседания Еврогруппы тоже будет конкретика по этому вопросу, рынки придут в движение. Но забегая вперед, хочется отметить, что больше, опять же, то, как сейчас раскручивается спираль этого противостояния, больше настроение, безусловно, негативное, потому что, судя по всему, вот эта тактика между США и Китаем, око за око, зуб за зуб, она сохраняет свою актуальность, и никто не хочет давать, скажем, заднюю, никто не хочет вставать на сторону конструктивных необходимых переговоров, которые очень важны для того, чтобы можно было преодолеть вот сам факт вот этой геополитической напряженности. Ну, давайте теперь чуть подробнее пробежимся по основным финансовым инструментам. Начнем мы, как и всегда, с нефтянки. Хочется отметить хай, который был зафиксирован в ходе вчерашнего дня, 78,64, и хочется с еще большим удовольствием отметить те распродажи, которые имели место быть. С небольшой натяжкой я позволю себе сказать, что мы фактически наблюдали практически 8-10% коррекцию для нашего бренда. Если допустить, что сегодня котировки могут все же продолжить эти распродажи, ну, по крайней мере, до конца дня, то 10% с локального максимума мы уж точно сделаем. И при этом вопрос, друзья, для кого-нибудь это неожиданность. Я вот сегодня смотрю за комментариями, за инвест-бюллетенями, которые рассылаются клиентам разных банков. Никто не бьет какую-то панику, не поднимает тревогу и, скажем, не хватается за голову с вопросом, что произошло. Для всех это было нормальным, оправданным, коррекционным движением, которое давно назревало. Я очень рассчитываю на то, друзья, и надеюсь, что вы не попали в ранее сформированную ловушку избыточных ожиданий открытия лонгов целью закрепления выше 80 долларов за баррель. И продолжали работать вот с этим стержневым фундаментом, который создавал условия, благодаря которым цены на нефть шли вниз. Ну, или, по крайней мере, должны были пойти вниз. Коррекция, которая имела место быть вчера. Причины, основная идея, которая на рынке сейчас присутствует, это сообщение со ссылкой на ливийское правительство о том, что вот эти восточные порты, о которых мы говорили с вами еще в начале недели, порты, которые из-за боеслокновения были фактически выведены, скажем, из строя, они не обслуживали никакие терминалы и танкеры, собственно, нефть не экспортировалась и под угрозой срыва поставок, как вы помните, называли разные цифры, там от 750 до 850 тысяч баррелей в сутки. Да, это внушительная цифра. Но уже тогда, когда этот фундамент появился на рынке, мы с вами делали ремарку и ссылку на то, что ливийский фон, он недолговечный, поэтому конфликты, они возникают и очень быстро сходят на нет. И вчера, собственно, на рынок пришло сообщение о том, что эти восточные порты, которые раньше были, скажем, вне общей цепочки поставок, то есть по тем причинам, которые отметил, сейчас работают уже в нормальном режиме, поэтому в ближайшую неделю-полторы можно ожидать, что на рынок снова охлынут прежние объемы ливийской нефти, то есть на рынок вернется потерянный вот этот объем в 750-850 тысяч баррелей в сутки. Поэтому, как только эта новость стала доставением общественности, котировки полетели вниз, остановить было очень трудно. Вроде бы как попытался еще отчет администрации энергетической информации по запасам нефти, действительно, данные по снижению запасов практически на 13 миллионов, это чуть ли не самый серьезный спад за последние несколько лет. И если бы не было вот этого ливийского фундамента, не было вот этих новостей, я уверен, что котировки могли бы на этой новости добраться до 80 долларов за баррель. Но кто из, скажем, регионов США, либо Ливия оказалась более влиятельным для котировок нефти, вы сами все прекрасно видели, нефть отреагировала на этот новостной фон, обвалилась, да и плюс ко всему, сейчас мы перейдем также к росту и усилению торгового противостояния между США и Китаем, этот фундамент снова стали обсасывать уже который раз с точки зрения того, что если в этом конфликте продолжают усиливаться противостояния, где фигурирует США и Китай, который является одним из основных, а может быть даже и, ну скажем, в топ-3 ключевых потребителей нефти, то, соответственно, в случае спада экономического роста, замедления темпов ВВП Китая, это в конечном расчете скажется и на спросе на нефть. Чем ниже спрос, разумеется, друзья, тем мы вернемся. Будем наблюдать низкие котировки. Поэтому сейчас новостной фон складывается как нельзя лучше для продавцов. Я понимаю, конечно же, что после такой распродажи вряд ли мы сможем наблюдать вот это обвальное падение. Камнем нефть вряд ли будет лететь, потому что после таких распродаж и наблюдается кат-кат, и, собственно, выкупают периодически. Даже сегодня на азиатской сессии мы видим то, что пока трейдеры хотят отбить хотя бы половину потерь. Но фундамент уже складывается таким образом, что шансов очень мало. И, возможно, мы наконец-таки начали работать с полноценным отзворотом, который в конце концов отправит котировки нефти в район 70 долларов за бар. Доллары и иена. Здесь сразу хочется отметить, что обсуждали одну главную новость. Это США приняли решение ввести новые импортные тарифы на, скажем, перечень дополнительных китайских товаров уже на сумму в 200 миллиардов долларов. И эти ограничения вступят в силу 31 или 30 августа, собственно. Конечно же, сам факт того, что это решение было принято, это фактически подразумевает неизбежность ответных мер со стороны Китая, потому что Китай постоянно огрызается. И стоит только США ввести импортные тарифы на определенный перечень товаров, общей, скажем, стоимости. Буквально неделю назад мы говорили о импортных пошлинах на объем китайских экспортируемых товаров в 34 миллиарда. Буквально еще несколько недель вступит еще в силу импортные пошлины на еще дополнительный китайский экспорт общей долларовом эквиваленте 16 миллиардов, получается 50 миллиардов. И Китай, собственно, на сопоставимые ответные меры уже пошел. Это усилило сам факт вот этой напряженности и противостояния. Поэтому я был крайне удивлен, что вчера мы все же увидели рост доллара, потому что на таком фундаменте логично было бы дождаться все же более высокого спроса именно на защитных оппонентов доллара, на японскую валюту. Но, может быть, доллар вырос, потому что поспособствовала статистика. Вчера вышли данные по инвестиционным производителям, в годовом выражении 3-4% с 3,1%. Соответственно, это своего рода прелюдия, репетиция перед индексом потребительских цен, то есть перед сегодняшним отчетом. Сегодня мы настраиваемся на хорошие цифры, если уж вчера данные оказали поддержку доллару, то я допускаю, что сегодня восстановление американца будет продолжено, потому что какого-то негатива, который касается торгового противостояния США и Китая, вот за последние несколько часов не было. То есть этот фундамент уже отработали, мы можем фокусироваться на статистику и, собственно, отыгрывать те данные, которые ожидаются. Впереди уровень 113, я думаю, что мы его реально доберемся. С таким запалом, который сейчас есть у доллара, это более чем реальная цель. Фунт против доллара, противостояние, скажем, неопределенности политической за отставки Дэвиса и Джонсона. Собственно, эти отставки стали причиной даже настроений, которые появились на рынке о том, что не приведет ли это к вотому недоверия, собственно, к ТРСМИ. Этот вопрос меня тоже волнует, потому что если все закончится, собственно, этим, то у британской валюты, к сожалению, все будет не самым лучшим образом. Но не хочу сейчас чрезмерно негативить, потому что пока что нет оснований говорить о том, что настолько все плохо. У нас есть возможность с вами сфокусироваться на данных макроэкономических. Собственно, в начале этой недели у нас был отчет по темпам экономического роста Англии, статистика хорошая, 0,4%, в квартальном выражении 0,2%. Я верю, что этот отчет, который замкнул серию сильных данных по производственному сектору, в сфере услуг и строительному сектору, является хорошим мотиватором для того, чтобы Банк Англии начал повышать процентные ставки в августе. Поэтому рекомендую держать пока что длинные позиции по британцу против доллара в расчете на закрепление выше отметки 1,33. Кто еще не действовал, уровень и отложка buy limit 1,3180 вам как дополнительное подспорье для принятия инвест-решений. По евро-доллару уже отчасти поговорили. Хочу лишь обозначить хороший уровень для продажи, который сейчас вижу. Это sell limit с отметки 1,1720. Все же будем снова пытаться настраиваться на то, что снижение евро в районе 1,15 это неизбежная будущая динамика. Австралии спротив доллара 0,7364 это лоу вчерашнего дня. А сейчас мы находимся практически на схожих ценовых котировках. Напоминаю, что цель 0,73 это цель, которая сохраняется. Мы настраиваемся на то, что этот уровень падет и судя по всему, то как растет доллар, я думаю, что мы реально можем говорить, что эта цель будет сделана еще до конца этой недели. Доллар канадец. Решение по ставке. Ставку повысили на 25 базисных пунктов. Сейчас мы говорим о ставке уже в 1,5%. Пошлины на сталь и алюминий, по мнению Банка Канады, приведут к снижению экспорта примерно 0,6%. Это скажется на темпах экономического роста неизбежно. Я пытаюсь объяснить, что после решения мы увидели укрепление канадца, но вот эти комментарии о том, что худшие времена еще не миновали, они стали причиной слабости канадского доллара. Но может быть даже это объяснение с натяжкой, потому что у нас была еще крайне интересная динамика на рынке нефти. И соответственно обвал цен на черное золото может быть стал основным фактором того снижения канадца, который мы наблюдали. Я считаю, друзья, то, что мы все равно находимся сейчас в плюсе, потому что начали продавать доллар канадца сейчас с отметки 1,33. Давайте раз уж рынок выкидывает такие кульбиты, все же попробуем быть верны своей прежней тактике. Ставку повысили, есть еще потенциал, чтобы отработать эту идею. Если котировки нефти сегодня все же будут претендовать на частичную компенсацию тех потерь, которые были понесены, то и канадец тоже воспользуется этим, скажем, непроложительным затишьем и снова окажет давление, собственно, на американцев. Поэтому наша с вами цель в районе 1,30-1,50 сохраняется. Я думаю, что мы можем подержать пару до этого ориентира. Ну а как только мы сделаем, собственно, эту цель, тогда уже будем смотреть на перспективы переговоров по НАПА. Друзья, это, собственно, по всем основным событиям текущей торговой сессии, по тому, что можно отработать. Мы уже поговорили, соответственно, желаю вам хороших прибыльных торгов. Увидимся мы с вами завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго, до свидания.